Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл, и в этом видео вы увидите бесплатную энергию. Водяная помпа, которая качает воду бесплатно и не использует электричество. А также вы узнаете секрет вечного двигателя, который использует воду. Самые секретные разработки, которые мне удалось добыть. Самый главный секрет Слободяна, который создал вечный двигатель. Так что, друзья, ставьте лайки, и вы узнаете очень много интересного. Такие вещи не показывают по телевизору, и вы их не найдете в интернете. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл, и в этом видео вы увидите секретный генератор, который работает на воде. А также свободная энергия, водяная помпа, которая работает без электричества. Также я вам поведаю одну секретную разработку Слободяна, которую он мне поведал. И это действительно рабочая установка. Так что смотрите видео до конца, друзья. Обязательно ставьте лайки, а мы начинаем. На самом деле, это достаточно простая разработка. Ведь здесь используется всего лишь бочка и пластиковые трубы. Ну и для начала нужно туда залить воды. Ну что, а мы приступаем к просмотру, а вы, друзья, ставьте лайки. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 а получим мы с этого например 900 ватт но самое что интересное смотрите мы поднимаем груз например на метр у нас сколько-то энергии вырабатывается смотря какой груз да мы подняли мы сколько-то затратили энергии но при этом у нас же еще сама вода осталась здесь понимаете то есть как можно сделать вечный двигатель вот эта штука стопорится там на таком скажем вот здесь я нарисовал да она как бы подвешена тут генератор внизу подцеплен и она потихонечку спускается вот этот вот груз и постепенно генератор у нас вырабатывает электроэнергию то есть груз медленно медленно опускается здесь большие обороты все это дело у нас уходит куда-то в накопитель хороший вот следовательно но воду то мы слили тоже исследователь мы хотя бы 50 процентов от этой энергии мы можем получить и вот в этом заключается самое главное загвоздка друзья которые заставят эту установку работать именно по словам слободяна и в принципе если все рассчитать протестировать то думаю вполне работоспособная установка к сожалению пока что друзья это уже давно находится на бумаге и никак не представляется возможность это действительно проверить то есть генераторы рож которые все думают что они могут так работать да они могут работать совсем по-другому на самом деле то есть она может вот так работать то есть вполне возможно что она действительно так работает потому что когда вот с этого резервуара но мы подняли груз сделали работу мы-то как бы воду налили понимаете то есть вот эта штука она не сопротивляется, то есть мы просто наливаем воду, у нас нет никакого давления, то есть мы просто вот так шланг положили, налили воды, потом вот здесь краник внизу, например, открыли, даже, блин, краник нарисую, ну ладно, открываем краник, у нас начинает литься вода, здесь у нас стоит турбина, и пока у нас вода сливается, мы как бы генерируем электроэнергию, понимаете, да, то есть мы уже сэкономим, то есть мы можем вернуть обратно в насос электричества, ну то есть пускай будет даже 50%, но при этом электроэнергию мы получим с помощью этого груза, то есть вот здесь мы можем выиграть, друзья, очень, очень советую об этом задуматься, вам никто в интернете, нигде вы не найдете то, что вот я вам рассказал. Еще хотел бы вставить небольшое пояснение, друзья, дело в том, что эта установка не просто так была принята мной за рабочую, дело в том, что Слободян рассказывал действительно шокирующие подробности, а именно, он нашел очень экономичный насос, который поднимает воду где-то на метр или два в количестве около двух тонн, и при этом потребляет эта установка где-то ватт 7, то есть представляете себе, две тонны поднимаем воды, при этом потратим 7 ватт, это уже БТГ, даже если не использовать вот эту систему, но при этом он говорил, что можно было выработать где-то 5 ватт, например, то есть следовательно, мы очень экономим на поднятии воды, вот такое небольшое пояснение. Рассчитать на самом деле там просто, один килограмм на высоту метр поднять, по-моему, 7 или 9 джоулей требуется энергия, то есть следовательно, около 10 джоулей примерно, да, я там точно не помню, один килограмм на высоту одного метра, столько энергии в нем содержится, то есть из этого можно просто посчитать, да, сколько будет, если вы тонну поднимете, да, следовательно, сколько вы получите на генераторе, то есть это все легко можно посчитать, но самое главное, лучше всего, да, это просто взять, проверить в реальных условиях. Нужен хороший генератор, нужен какой-то груз, какой-то резервуар, чтобы он был небольшой площади, если вы будете, ну, грубо говоря, вот такой резервуар, да, вот такой вот кусочек пенопласта, ясное дело, что вы будете в разы больше тратить на то, чтобы поднимать уровень воды и, соответственно, груз. Так что, друзья, вот такая вот идея, очень продуманная на самом деле Слободянам, и он хотел сделать эту установку, потому что он говорит, что думал, как сделать генератор рожь, знаменитый, который вот такие плавающие болванки, да, он его сделал, он у него не получился, вот, но он говорит, что если сделать вот так, все заработает. Так что, друзья, как-то так. Делитесь этим видео, обязательно вот это скачивайте, распространяйте, пробуйте сделать. Ребята, у меня есть чат в телеграме, пишите обязательно, если вдруг что получится, если какие-то опыты проводите, обязательно мне пишите в личку. Так, друзья, еще небольшое отступление, вот, нашел я себе этот, зарисовал, какую энергию мы можем получить при поднимании груза. Можете посмотреть, я фотку вставлю, если поднять 1 килограммовый груз на высоту 1 метра, то есть, либо поднять, либо опустить, мы получим около 10 ватт, то есть, около 10 джоулей. Насколько я помню, это равняется именно ваттам, то есть, следовательно, если мы поднимем большой груз на большую высоту, мы получим огромную энергию для генератора. Соответственно, учитывая КПД и прочее, можем отнять и посмотреть, сколько мы выработаем электричество. Если я что-то посчитал неправильно, друзья, поправьте в комментариях по этому поводу, так что жду ваши комментарии.